Итак, продолжаем, значит, делать машинку. Так, сейчас мы будем делать простенько аркадное трение. Да, это, наверное, можно сказать, вот сколько можно, мы уже делали 10 тысяч раз. Ну, вот, все-таки я считаю, да, что надо сначала сделать хотя бы вот что-то, какие-то базовые вещи, что потом уже можно было от них писать, танцевать, как говорится, и создавать какие-то более сложные, более детальные. Значит, ну, это будет очень довольно-таки быстрый тоже урок. Я думаю, что много времени не займет. Значит, что нам нужно делать? Мы открываем, прежде всего, откроем класс основной нашего автомобиля. И, значит, я добавил Profit Settings, я добавил Input, я добавил Winnings, Axis Mapping, я добавил две, значит, оси Steering, ну, D1, A-1, понятно, да, AD, поворот и Forward, WS, ну, WS, то есть вперед-назад, 1-1, ничего, ничего такого нового, все-таки обычно. Значит, мы сделаем поворот колес. Сначала сделаем тоже такой, очень простой. То есть мы берем Input Axis Steering, берем передние колеса, . Так, я уже создал ducto-переменную Max Steering N, ну, типа 35 градусов, да? Мы умножаем Pois Ventility . на поворот. И так же у нас есть еще рул. Так, 0-20-0. Если мы берем руль, все, давайте пропущем. Возьмем 20. Так, а по x, ну, допустим, мы умножим 220. Вот, я поворачиваю руль, пока он вот так вот только сразу из нулевого максимальное положение переходит. Но в дальнейшем мы это делаем правильно. Мы создадим специальный компонент, который будет фильтровать наш мод в клавиатуре, и у нас колески будут плавненько идти. А пока вот делаем так. И сразу, значит, мы еще и делаем 100. Создадим... Делаем троту в этой категории, пусть будет... Или контрол, там какой-нибудь контроллер, не знаю куда. Троту. Так. И в Event Ticket, да, нам еще нужно... Вот, я создал переменную DeltaTime тоже, как обычно, мы ее... Мы не делаем вот так, что... Мы не делаем вот так, что... А вот такая, но и руки годится. Вот. Ну, это такие немаленькие приготовления. Вот. Да, теперь можем приступить уже непосредственно к... физике, да, к так называемой. Так. Переходим в наш wheel. И первое, что нам нужно сделать, это... Мы должны найти скорость, локальную скорость колеса. Линейную, линейную локальную скорость, да. Наберем GetPyc.GenearGelocityAtPoint. Так. Body. Так. И, надо сказать... Точка, точка, это у нас... Инструкт. Соответственно за это дело. Break. И у нас есть Location. Мы должны поделить... На 100 полученных. Сейчас мы переводим сантиметры в секунду в метод секунды. Так. И так же нам нужно... Нам нужно... Трансформировать. Мы берем трансформацию. Трансформ. 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 готовый вектор. Мы можем его назвать localLinear . Так. Так. Отключить. То есть, ну, здесь ничего такого, как обычно. Как в старых уроках. То же самое делаем. Коллабскую функцию. Get Linear . У меня уже есть . Я уже пока тренировался, уже создал. Да. Я не удалил старую. А эту переменую. Значит, готово. Мы берем, значит, мэш. Физическую скорость. С точки касания. Колеса с опорой. Переводим эту скорость из сантиметров в секунду в метр в секунду. И трансформируем обратную матрицу нашего компонента. Вот получается у нас линейная скорость. Колеса отличная. Так. Ну и вторая функция. Это будет простое трение. То есть мы берем. Мы берем наш body. Снова. И мы будем управлять силы. Отпос. Отпос от location. Локация. Какая у нас будет локация. Локация будет. Давайте возьмем. Наш hit struct. Break. Локация будет. Допустим. В точке касания. В начале. Потом мы это изменим. Но пока пусть будет так. И нам нужен. Параметр силы. То есть чему это будет равна сила. Да. От этого трения. Мы делаем так. Нам нужен вектор. Вперед. Вектор. Нужен. Да. Сначала write. Get right vector. Не только нам не вектор нужен. А именно transformation. То есть. Нам нужен. Вектор. Который. Который. Определяется. Который. Транформирован. Ротацией. Нашего объекта. То есть. Нам нужен. Write. Write vector. Get forward. И get forward. Forward. Блин. Сейчас я ошибся. Get forward. Вот. Сразу бы хотелось бы их конечно взять. Но не тут то было. В общем. В чем дело. Дело в том. что допустим. Вот у нас есть машина. Допустим. Да. Дело в том. Дело другого цвета. Вот. Допустим. В капитале. У нас есть дорога. Ну. Там какая-то дорога. Вот. и почему мы не можем взять вот эти вот вектора вперед правый вперед просто вот от нашего угла, для того, что наши силы хорошо, да наши силы, они всегда действуют только только в плоскости вот этой вот касания в трении то есть если ты смотришь в ортогональной проекции в изометрической он может быть направлен куда угодно в эту, в эту, в эту в эту сторону, куда угодно но он всегда будет лежать в этой плоскости а наше колесо, это наш автомобиль о, я тебя в землю тоже там нарисовал да, ладно бог с ним не стой в общем наше колесо, оно может быть ориентировано под разным углом к нашей дороге вот соответственно, вот эти наши вектора вперед и вправо этого колеса они могут как лежать в плоскости дороги, так и не лежать на этой плоскости но наше трение, оно всегда будет находиться в плоскости, поэтому мы здесь делаем такой фокус мы берем тут нашу конструкцию который hit, loop, break и нам нужна здесь вот нормальная да, то есть мы берем вот этот вот project делаем projectVector onto plane то есть мы делаем проекцию проецируем наш вектор нашей оси колеса на плоскость вот здесь вот такой колесо пролываем вот, то есть у нас есть исходный вектор и вот только передаем Поверхность, плоскость, на которую мы хотим проецировать. Здесь я на всякий случай сделаю нормализацию, потому что я думаю, что вектора могут стать не единичной длины. Поэтому лучше посерковаться и сделаем единичные длины. Вот так. Готово. Значит, у нас есть вектор вправо и вектор вперед. Это направление для наших будущих векторов продольной поперечной силы трения колеса. Дальше мы должны, естественно, наше направление умножить на какую-то длину, то есть мы знаем направление, но нам нужна магнитуда, насколько длинный, большой такой вектор. Мы умножаем вектор на qar. Оба. Эти тоже умножаем на qar. и далее мы можем их сложить. Вектор и вектор мы складываем, умножаем его на 100, чтобы преобразовать опять единицы измерения силы Unreal. То есть наши, точнее наоборот, единицы измерения в ньютонах наши, которыми мы пользуемся, преобразовать в единиц измерения Unreal, которых в 100 раз меньше, поэтому мы умножаем на 100. Остается только выяснить, на что же мы должны помножить в этих векторах. Ну и здесь делаем, опять же, по классике. Значит. Так. Компулируем, сохраняем. Прежде всего мы берем, как всегда, нашу suspension fz, где у нас есть категория force. Здесь есть параметр fz. У нас есть наша сила, и мы можем подстраховаться и сделать max 0, чтобы наша, то есть мало еще, вдруг мы там что-то где-то пропустим, и у нас здесь будет отрицательное значение, но мы не сможем это отрицательное значение никак применить, потому что кресла у нас не будут ехать в обратную сторону, ни с того, ни с сего, чтобы вот этого не было, да, мы здесь ограничиваем, чтобы у нас минимальное значение было 0, и нам нужно помножить. Берем, умножим на что-то, и здесь тоже помножаем на что-то. Компилируем, сохраняем. Создадим здесь в нашем классе колесо, в нашем компоненте колесо, да, сцены компоненты. Создадим переменную throttle, она скорее всего будет временная наша переменная. Вот, возможно мы ее потом удалим, но пока нам она нужна как раз для этой самой функции, она нам пригодится. вот здесь мы берем шпроту, умножаем на какое-то, может быть, значение, ну какая будет единица, и умножаем на максимум трения, да, которое у нас равно fz, то есть у нас коэффициент трения как, допустим, единица, и мы сразу весь потенциал нашей продольной составляющей реализуем. вот таким вот образом, да. Так, и теперь нам нужно понять то же самое для латеральной силы. Ну, здесь мы берем вот эту вот только что найденную нашу linear velocity local, делаем break, берем y, и мы так, плотно-плот, допустим делим на минус 1, допустим к вам, нажимаем минус 1 до единицы, вот так. Все, то есть мы просто задали, то есть мы можем здесь поставить минус 0.5 или минус 0.1, минус. Минус это просто для того, чтобы наша сила действовала в обратную сторону, предположим, от скорости скольжения. То есть если мы скользуем вправо, сила будет направлена влево и наоборот. Вот. То есть минус единица, это здесь всегда как бы должна быть. А второе как бы число, это жесткость наша, латеральная жесткость нашей покрышки. То есть чем больше число, тем она будет мягче, тем больше должна быть скорость, чтобы мы достигли пиковой силы. И чем это значение будет меньше, тем наша покрышка будет жестче, тем быстрее будет достигаться максимум латерального трения. То есть меньше нужна скорость скольжения, чтобы достигла пика нашего, значит, сила достигла пика, да, латеральная. Я просто не стал делать один минус один, умножить там на какое-то число, просто сразу объединил, сделал минус один и все. Вот так. Ну и так как у нас есть закон улона, насчет трения, да, что трение сначала растет, растет, растет и потом доходит до какого-то предела, который мы знаем, равен вот этот как раз fz, то есть нормальная сила нормальной реакции умножена на коэффициент сцепления mu, ну, коэффициент сцепления двух трущихся, значит, тел. У нас она по умолчанию, грубо говоря, единица. Вот. Ну и, собственно говоря, вот и все. То есть это вот такое простейшее латеральное трение. Мы можем это дело вот так вот все выделить. Я думаю, что фрикшн можно убрать. Это кратко есть. Гет симпл тайр форс атака. Ну, я думаю, фрикшн можно убрать. То есть еще раз смотрим, что мы здесь делаем. Мы здесь добавляем к нашему body, к нашему, у нас референс есть, да, мы добавляем силы, точки, точки касания колеса с дорогой. Мы добавляем некий вектор силы. То есть мы переводим этот вектор в единице ньютона в единице анрилла. Он складывается из двух векторов. Это значит, вектор одна составляющая. Это проекция нашего, значит, вектор вправо на плоскость касания, на плоскость опоры. И вектор вперед, точнее, вперед составляющая. Вторая продольная, тоже проекция, да. Только уже вектор вперед, на плоскость касания. И тут мы, значит, считаем тоже, максимум трения берем. Умножаем, значит, тут зависит от нашей величины троттл. Здесь зависит от величины латерального скольжения. Да, нам только осталось еще вот эту вот вещь обработать. То есть у нас есть какая-то переменная для управления вот этой продольной тягой. Нам осталось только ее... В основном классе нужно ее реализовать. Значит, мы берем... Допустим, мы будем прикладывать только с задним колесом, допустим. Так, мы это переменим. Берем set. Set... Как это мы называем? Set... А, setTrotl. Да. То есть мы просто... Мы просто выставляем... setTrotl. SetTrotl. Так, и здесь мы троттл уже сделали. Соответственно, мы просто берем наш троттл в главном классе, который в основном впаунде, да. Вот. Компилируем. Сохранилим. Вот. И теперь проверяем, как у нас это дело вообще работает. Вот. Я нажимаю вперед. И машина на пределе, так сказать, продольного трения у нас случится вперед или назад. Так. Я нажимаю влево, вправо, она у нас поворачивает. Да, она у нас почти опрокидывается. А чтобы у нас машина не опрокидывалась, т.е. так как у нас анти-ролл-бар еще не создан, да и тут есть одна вообще, как бы, в этот момент, мы прикладываем в точке вот этой вот непосредственно вот этой хиппоинт. Но это, как бы, тоже не совсем верно. То есть, во-первых, да, машина начинает слишком сильно колениться, но, во-вторых, в реальности она немножко по-другому работает. То есть, там возникают моменты, т.е. да, точка эта, она действует, она действует не на кузов, она действует на колесо. А уже колесо, от колеса это передается на кузов. Вот. Поэтому мы не будем заморачиваться так сильно со всякими моментами. Поэтому просто берем getWorldLocation. То есть, мы берем местонахождение колеса. getWorldLocation. Минус данный вектор. Минус данный вектор. Вот так вот делаем. GetWorldLocation. вектор. Умноженный вектор. Вектор. Умноженный вектор. т.е. У нас сверху находится. Нам нужна точка, где у нас находится колесо. Т.е. мы берем getUpVector. т.е. 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 силы покрышки аркадной мы сделали можем ее закрыть она у нас как такая черновая функция на всякий случай она у нас будет просто мы когда сделаем новую функцию где будем более детально и правильно рассчитывать, более реалистично скажем так, более подробно мы просто сделаем новую функцию, а это будет у нас на прозапас на всякий случай, но мы ее просто отсоединим из нашей цепочки так, значит мы идем в карп и у нас есть функция, мы в прошлом уроке создали, updateViewMesh мы идем сюда здесь что нам необходимо сделать нам необходимо сделать вот что у нас есть нашу у нас есть childOpts childComponent мы этому child нужно сделать setLocal 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 нет addLocal addLocalRotation да, вот так вот мы будем вращать по z и что нам нужно, значит мы берем getR getR velocityVocal и значит мы берем getR radius Значит, мы берем по x делим. Упс. Клуат на клуат делим на радиус. Да что такое-то? Прикалывается. Так, поделили, получили угловую скорость. А, это радианы у нас секунды. То есть, мы линейную скорость, скорость нашего хаба, нашего колеса, да, линейную продольную, мы ее знаем. Поделив на радиус колеса, мы узнали, как бы, угловую скорость колеса. Но она в радианах секунды. Нам нужна ее, нужно 2 degree. Вот, 2 degree, вот так, 2 degree, радианс, 2 degree. Так. И так как у нас тут дельта, нам нужно еще эту вот дельту. И у нас вращается вокруг Y. Здесь characterization Y. Вот, компенсируем, сохраняем. Так. Ну, да, колесо у нас вращается, но у него вращается в обратную сторону. Поэтому мы здесь еще умножаем на минус единочку. Вот, вот теперь уже больше похоже на что-то, что-то похоже на правду. Ну, конечно, да, это еще не реалистично. Ну, конечно, да, это еще не реалистично. Совсем не реалистично. Пусть пока аркадный, очень аркадный вариант. Ну, мы со временем сейчас его исправим. Нужно немножко протестировать. Каким-то машинкой. Едем по препятствиям. Едем хорошо. Очень даже сноса. Вот, и можем, я думаю, теперь встать наклон на плоскость. Но машинка наша пока, конечно, будет с нее соскальзывать. Потому что мы пока еще не сделали алгоритм вот этого липкого, ну, как бы, статического трения такого, да, который позволит нашей машинке стоять неподвижно на наклонной поверхности. Но об этом уже будет дальше. Будем дальше, наверное, раскрывать эту тему. Вот, пока что, вот, вроде бы, все вроде бы ничего. Да, на этом буду завершать этот урок. В принципе, вот так мы быстренько все это сделали. Да, в следующем уроке уже будем делать уже нормальные функции. С хорошим, значит, трением и продольным, гречным. Добавлять крутящие моменты к колесу, рассчитывать угловую скорость. Соответственно, вот в этой вот функции, когда у нас уже будет рассчитана нормальная угловая скорость колеса, то есть мы не будем ее вот так вот брать, рассчитывать от локальной, от продольной силы, да, линейной, линейной скорости разделив на радиус колеса. То есть такая скорость, такое вращение колеса подразумевает, что наше колесо всегда вращается без скольжения. То есть она всегда вот в этом свободном вращении находится. То есть оно и не забегает, и не пробуксовывает, и не заблокировано. То есть оно не тормозит. Вот. Но так как в реальности, значит, колесо у нас может как и быстрее вращаться, так и медленнее, то мы все эти дела будем обсчитывать уже вот в нашем классе колесо. Смотри, здесь вот все эти необходимые манипуляции проводить. И у нас будет там новая перемена, тут угловая скорость колеса. И дальше мы уже от этой угловой скорости будем плицевать. То есть у нас тут все останется. Вот эти вот все остальные углы, начиная отсюда. Вот. А это мы уберем. Вот. Функция просто немножко претерпит изменений. Вот. Ну а на данном этапе пока все. Ну. Да, мы купим. Да, мы купим.